Владимир Зеленский – шестой президент Украины, самый молодой по возрасту, вступление в должность и биологическому возрасту. Ранее получил широкую известность как комедийный актер, продюсер и сценарист. Сейчас на него устремилось все внимание не только жителей Украины, но и других стран. Многим интересна личная жизнь президента, а также где он живет и сколько он зарабатывает. Как живет Владимир Зеленский и сколько он зарабатывал до того, как стать президентом? Владимир Зеленский более 20 лет зарабатывал себе на жизнь своим талантом, и за эти долгие годы он создал одну из самых крупных киноразвлекательных студий Европы. После чемпионства высшей лиги КВН в 1997 году Владимир вместе с близким другом и одноклассником Денисом Манжосовым создали собственную команду КВН. Они оба окончили гимназию номер 95 в 1995 году, а школа располагалась в районе 95-й квартал. Так и появилось название коллектива, и началась бизнес-история Зеленского. Дебютное выступление команды КВН «Квартал-95» на фестивале в Сочи в 1998 году дало ребятам пропуск в высшую лигу. В 2003 году они уходят из КВН, и в этом же году появляется компания по производству развлекательных передач – студия «Квартал-95», одним из директоров которой стал Владимир. Сейчас это одна из крупнейших в Украине продакшн-студий. Компания создает десятки развлекательных шоу, снимает сериалы, художественные фильмы. Занимается концертной деятельностью. В общей сложности в производстве контента задействовано более 400 человек, среди которых и жена Зеленского. Сначала она просто подсказывала какие-то смешные моменты, придумывала ситуации и миниатюры. Затем она стала полноправным автором текстов и сценаристом студии «Квартал-95». Со своей будущей женой, тогда еще Леной Кияшко, Зеленский учился в одной школе. Любопытно, что тогда они еще не были знакомы. Как-то случайный мужчина на улице остановил ее, заметив в руках девушки кассету с фильмом «Основной инстинкт» и попросил посмотреть. Это и был Владимир. Так они обменялись телефонами и завязалось знакомство. А в 2003 году Владимир женился. Елена подарила любимому супругу, дочь Александру и сына Кирилла. Дебютом «Квартала» в кино стал сериал «Сваты», который оказался очень успешным и не только в Украине. Телеканал «РТР» заплатил за 12 серий более 3 млн долларов. А кроме России, «Сватов» купили еще в семи странах. Сейчас сериальная библиотека «Квартала» насчитывает около 600-800 часов. Сериалы транслируются в Украине, Беларуси и Казахстане. Одной из самых кассовых полнометражных картин киноквартала в Украине в последнее время стал фильм «Я, ты, он, она», в котором Владимир впервые пробует себя в роли режиссера. Подсчитать общий заработок «Квартала» на кинопроизводстве нелегко. По очень приблизительным оценкам, от продаж своего контента на ТВ «Квартал 95» зарабатывает несколько миллионов долларов в год. И теперь самое интересное. Секреты из места проживания Владимир Зеленский не делает. Его семья обосновалась в поселке Иванковичи Киевской области. Коттеджный городок-поместье находится в 30 километрах к западу от столицы. Село Иванковичи и местность рядом считается одной из самых экологически чистых окрестностей столицы. С одной стороны поселок окружает вековой сосновый бор, с другой – березовая роща. Свой дом площадью 353 квадратных метра Зеленский приобрел в 2008 году за 118 610 долларов. Через 4 месяца Владимир здесь же купил 12 соток земли за 91 200 долларов. На въезде в коттеджный поселок сидит целый отряд охраны. На территорию пропустят только если хозяин домовладения подтвердит, что ждет вас. Особняк Зеленского прячется с заживой изгородью из благородных туль. Дом двухэтажный с красивыми витражными окнами. В нем несколько спальных комнат, три ванные комнаты, гостиная, кухня, совмещенная со столовой. В доме есть спортзал. Владимир нередко публикует в инстаграме снимки своих тренировок. Вместо гаража на территории поместья есть навес, где стоит внедорожник Land Rover стоимостью 175 000 долларов. Помимо загородного дома под Киевом, где президент живет постоянно, у него есть еще четыре квартиры в украинской столице, в Ялте и Великобритании. Английскую недвижимость семья Зеленского снимает уже пять лет. В декларации за 2018 год Зеленский также указал виллу в Италии на 413 квадратов. По оценкам специалистов, ее стоимость составляет не менее 3,5 миллионов евро. И пять недостроенных гостиничных номеров в Грузии, общая площадь которых – 218 квадратных метров. Основным источником дохода Владимира Зеленского, согласно декларации, является предпринимательская деятельность. В 2017 году доход от нее составил 156 тысяч долларов, а зарплата за тот год – 58 тысяч долларов. Кроме того, на счетах в латвийском приватбанке у Зеленского лежит 425 тысяч 500 долларов. В 2017 году банк выплатил около 20 тысяч долларов по вкладу. Счет в украинском приватбанке – до 10 тысяч долларов, в ОТП банке – около 36 тысяч долларов. Но за декларированные квартиры, машины, депозиты – лишь малая часть активов. Супруги Зеленские владеют долями в двух десятках юридических лиц, пять из которых находятся за рубежом. Четыре офшорных компании и итальянская компания по покупке недвижимости. У них есть несколько компаний на Кипре и Виргинских островах. Три фирмы записаны на Зеленского и одна на его жену. Разве кто-то сомневался, что Зеленский богат? Нет, конечно, но все-таки радует другое, что все свои финансы он копил и накопил за годы кропотливой и плодотворной работы. Напомним, что и на сцене-то он впервые появился, будучи простым КВНщиком. Как вы считаете, правильно ли поступил Зеленский, что пошел в политику? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.